Президент России к 2030 году планирует приобщить 70% населения к регулярным занятиям спортом, сделав его нормой жизни. Ведется оснащение спортивных школ новым оборудованием и инвентарем, а также создано 37 малых спортивных площадок на территории республики для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Доля граждан, ведущих активный образ жизни, составила 55% от общей численности населения. В следующем году одним из важнейших событий спорта станут международные спортивные игры «Дети Азии». Представители стран-участниц этим летом посетили столицу республики с целью ознакомиться с местной спортивной и социальной инфраструктурой. В рамках визита они обсудили организационные вопросы, среди которых медицинское обеспечение, культурно-образовательная программа, а также размещение и питание. Участников соревнований разместят в общежитиях Северо-Восточного федерального университета, в которых провели ремонт. Меню уже для спортсменов будет составлено совместно с Международным комитетом «Дети Азии» и Роспотребнадзором. Также учтут особенности питания стран-участниц. Преимущественно будут предложены универсальные европейские меню и блюда местной кухни для желающих. Меню будет составлено по типу шведского стола. Он более удобен для наших гостей. Мы обязательно учитываем, из каких стран у нас приезжают наши гости. Мы будем обязательно консультироваться с поварами из этих стран, которые у нас здесь, конечно, будет. Ну и я думаю, что и организаторы в этом плане нам обязательно помогут. Представители стран-участниц ознакомились с картой Студгородка, где расположен спортивный зал, бассейн и получили ответы на интересующие их вопросы. Все остались довольны и уже с нетерпением ждут начала игр. Я уверен, что все будет хорошо. Ребята будут накормлены. Условия в общежитии будут тоже соответствующие. И самое главное, чтобы они приехали, выступили на соревнованиях и с хорошими впечатлениями вернулись домой. Ожидания самые замечательные, поэтому мы ожидаем, что привезем большую команду. Ребята выступят первый раз на таких играх. Подготовка к предстоящим соревнованиям идет полным ходом, чтобы они прошли на достойном уровне. Леонид Спиридонов, министр спорта Республики с теплотой, вспоминает проведение первых игр в 1996 году, в которых он принимал участие. Тогда он, продемонстрировав ряд ярких схваток, взошел на высшую ступень педестала соревнований по вольной борьбе. Леонид хорошо помнит все эмоции, которые испытал от победы на этом старте. Дети Азии стали для него важным этапом, который стал трамплином к победам в спорте высших достижений. Многие ребята, которые участвовали в этих играх, увидели многих международных команд впервые. И я тоже был не исключением. Я увидел много иностранных спортсменов и с ними подружился. Для меня это были новые впечатления, что принимать участие в большом крупном спортивном мероприятии, праздника спорта. И, конечно же, это было для меня первой ступенькой для того, чтобы я еще дальше показывал большие результаты в спорте. Первые игры были посвящены столетию международного олимпийского движения и проходили по восьми видам спорта. Бокс, дзюдо, легкая атлетика, теннис, шахматы, шашки, стрельба из лука и вольная борьба. Для участия в играх тогда прибыли 242 спортсмена из семи стран. Предстоящие же игры, которые пройдут с 25 июня по 7 июля, охватят уже 24 вида. Предварительную регистрацию прошли более 25 стран. И ожидается, что в скором времени ряды участников пополнятся. Пресс-служба главы и правительства Республики Саха-Якутия сообщила, что на соревнованиях ожидается участие более 3000 спортсменов. Якутия на правах принимающей стороны представит две команды. Для Республики это проведение таких масштабных спортивных мероприятий, конечно же, является, во-первых, это престижи Республики, это международные отношения, это развитие детского спорта нашей Республики. Ну и, конечно же, самое главное, это дает нашим молодым спортсменам мечту реализовать и стремиться к лучшему. Из 24 видов 17 обязательно. Было включено 5 новых стендовой стрельба, киф-боксинг, шахматы, танцевальный спорт и игра ГО. А также на предстоящих играх проведут показательные виды спорта, такие как борьба на поясах о лыж и скалолазание. Для проведения состязаний по последней дисциплине в начале следующего года будет построен скалодром высотой 16 метров на базе спортивного комплекса Дахсун. Скалодром, на котором будут проходить соревнования, большой по площади и так далее, будет построен лишь весной следующего года. Та высота, на которой мы сейчас тренируемся, она полноценно не позволяет тренироваться к таким высоким соревнованиям, как Дети Азии. Тем не менее, наши школьники, они занимаются уже полноценно, начинают заниматься третий год. И мы надеемся, что какую-то борьбу они все-таки навяжут. Высота скалодрома в школе 7 метров. Для международных соревнований необходима высота в 15 метров. Как только Дахсун завершит подготовительные работы, спортсмены начнут полноценную подготовку. Несмотря на то, что юные спортсмены не так давно начали заниматься, многие из них уже добились определенных результатов и успели сильно полюбить этот вид спорта. Я начала заниматься скалолазанием после того, как поступил сюда, в МАШ. Это, получается, в прошлом году. И я начал заниматься скалолазанием из-за того, что я пришел сюда и увидел вот этот скалодром. И такой, вау, все, я занимаюсь скалолазанием. Самая легкая трасса была там, через неделю поднялся. Самая легкая трасса до топа. Ну, потом, каждый месяц или дни поднимаешь все, и другие трассы. Так же сейчас я не могу там все трассы подняться. Когда я пришел впервые на скалолазание, мне было сложно, и потом, скажем, тренировок было легче. И я пришел на скалолазание, потому что я хочу повысить свой рост, силу и интеллект, ну и технику. Возможность для тренировок юных спортсменов дает развитие спортивной инфраструктуры. Только за последние пять лет в Якутии открылось более 30 новых объектов спорта. В России действует целый ряд государственных программ, цель которых увеличить количество людей, занимающихся физкультурой и спортом. Очевидно, что доступность такой инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей. Открывают возможности для занятия физической культурой на постоянной основе, для стимулирования желания людей заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг и, главное, здоровый образ жизни в конечном итоге. Среди членов сборной есть те, у кого уже имеется приличный опыт. Выступление на крупных стартах. Так и те, у кого значимые победы еще впереди. Боксом занимаюсь пять лет с 18-го года. Мы начали заниматься с братом моим. Мы с ним занимались каратэ довольно долго, в семь лет. А потом решили перейти на бокс, потому что он более технически, как сказать, голова больше работает, как шахматная партия. Не все спортсмены тренируются в столице. Некоторые ребята живут в отдаленных районах и готовятся самостоятельно по установкам тренерского штаба. Работа по формированию состава сборной республики продолжается. В принципе, мы готовимся. По плану у нас все идет. Никаких изменений. Конечно, небольшие коррективы мы какие-то вносим. Но в целом, что к Дети Азии. У нас хороший бюджет. Есть выезды, есть сборы. Я надеюсь, что к играм ребята подойдут в оптимальном своем состоянии и покажут хорошие результаты. Не отстают и волейболисты. Общеукрепляющие упражнения, отработка приемов, движений. Ничего не остается без внимания. Тренировки проходят на базе спортивных залов СУФУ и АГАТУ. По итогам отборочного соревнования в сборной Якутии вошли 12 спортсменов, которые будут представлять республику на играх Дети Азии. Мы, как хозяева, готовимся очень тщательно и, скажем так, очень серьезно. У нас с прошлого года уже отборочные соревнования прошли. То есть мы ребят отобрали со всех районов, улухов нашей необъятной республики. И вот сейчас гостя команды здесь сорвался в городе Якутске. Подготовка велась с лета этого года. Сборная команда провела учебно-тренировочные сборы на песках Анапы и в летнем лагере Намского района. Также спортсмены участвовали в таких соревнованиях, как Кубок Байкала в Улан-Де и Международная персенция среди детско-юношеских волейбольных команд в городе Чита, где якутские спортсмены заняли четвертое и пятое место соответственно. Подготовка проходит в целом легко. Если это, допустим, летом было, там было трудновато. Так главное удовольствие получать и в городе тренироваться. Подготовка была очень большая до этого момента. Прошли уже очень много соревнований, где очень хорошо выступили. И дальше будем больше работать. Чтобы подготовка спортсменов и проведение самих игр были на самом высоком уровне, необходимо позаботиться о комфортных помещениях, оснащенных всем необходимым. Во время проведения восьмых международных спортивных игр «Дети Азии» планируется задействовать 16 объектов спорта, 23 объекта размещения гостей и 24 объекта питания города Якутска. На данный момент идет ремонт и модернизация девяти объектов. Дворец спорта «50 лет победы», ледовый дворец «Л.А. Боту», плавательный бассейн «Чоубон», спортивный комплекс «Маду», комплекс «Дахсун», спортивный комплекс «Триумф» и другие. Также к следующему году планируется ввести в эксплуатацию не менее 10 спортивных комплексов. Шесть из них уже готовы. Всего за последние пять лет по различным программам, включая президентский национальный проект, в Якутии открылось 32 крупных спортивных объекта. Субтитры создавал DimaTorzok